О неподобающем поведении судей сегодня говорил Кайрат Мами на расширенном совещании по формированию единой судебной системы. Председатель Верховного Суда озвучил удивительные факты. На одном из процессов судья отвлекался на мобильный телефон, на другой вообще пришел неподготовленным. Как в Казахстане будут наводить порядок в рядах людей в мантиях, расскажет мой коллега Асхат Ниязов. В Большом Зале представители судов со всех областей Казахстана на расширенном совещании подводят итоги работы за первое полугодие 2015. Но прежде чем речь пойдет о масштабных реформах в системе, Кайрат Мами обнародует возмутившие его факты. Некоторые судьи умудряются опаздывать на процессы, приходить, не изучив рассматриваемое дело, или вовсе во время заседания отвлекаться на посторонние вещи. Судья Казахстанского областного суда, господин Мазылов, во время процесса вместе с государственным обвинителем все время отвлекался на просмотр сотовых телефонов. Во время исследования в виде записи по делу судья неоднократно подзывает к себе молодого человека, то ли секретарь судебного заседания, то ли курьер областного суда, и переговаривался с ним, допуская при этом обращение и замещание в непроцессуальной форме. Бесследно такие факты теперь не пройдут. Каждый процесс Казахстана уже скоро будет под прицелом видеокамер. Остановить запись не сможет ни один судья. Но новый подход к работе не должен ограничиваться только оснащением залов. Судей Карат Мами призывает отойти от обвинительного уклона. Удельный вес оправданных составляет всего лишь 2,1%. Конечно, у судов нет цели и не должен этого быть. Повсеместно выносить оправдательные проговоры. Но должен предупредить, надо менять подходы. К тому же это обычная практика для развития зарубежных стран и мы должны соответствовать международным стандартам. Впрочем, отмечает Карат Мами, казахстанцы все больше доверяют отечественной Фемиде. Независимый опрос показал, из более чем 12 тысяч респондентов, кто непосредственно участвовал в судебных заседаниях, 80% судьям доверяют, 83% удовлетворены подготовленностью судей к делу, а в целом более 70% респондентов вырезали удовлетворенность работой казахстанских судов. Фемиду не зря изображают с повязкой на глазах. Это символизирует беспристрастный подход, основывающий лишь на аргументах, которые кладутся на чаши весов двумя сторонами. Меч богини обоюдоострый, поскольку закон не только карает, но и предупреждает. Но, как оказалось, не все судьи в нашей стране действуют по этим правилам. Однако после модернизации судебной системы вспомнить основополагающие принципы работы должны все служители закона в Казахстане. Асхат Ниязов, Батырбек Гадильбеков, Хабар.